В России не прекращается облава на коррупционеров, которые засели даже в антикоррупционных структурах. Так, в Международный день борьбы с коррупцией сотрудники управления МФСБ и СКР задержали главного борца с коррупцией ФТС генерал-майора Дмитрия Мурышова. Генерал получал взятки на десятки миллионов рублей через посредников подчиненных от неустановленных участников внешнеэкономической деятельности. Также в Белгородском ФСБ задержан экс-депутат Сергей Фуглаев, который в составе группы лиц похитил из федерального бюджета сумму в размере 145 миллионов рублей. Также был пойман еще один хранитель правопорядка. Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело бывшего заместителя прокурора Новосибирской области Андрея Турбина, обвиняемого в получении взятки. По данным следствия, Турбин получил взятку в размере более трех миллионов рублей от предпринимателя Михаила Калмогорова за информацию о ходе и результатах расследования уголовного дела в отношении его знакомого и за принятие прокурором процессуальных решений в его пользу. На каком же этапе у лиц данного вида государственной службы, которая призвана как раз бороться с такой нечистью, появляется желание придать свои принципы и идеалы в угоду самому себе? Похоже, и на этот вопрос ответ уже был найден. Так, в Ставрополье признана виновной во взяточничестве в составе преступного сообщества начальник кафедры государственных и гражданско-правовых дисциплин Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД Лариса Устинова. Суд приговорил ее к четырем годам лишения свободы с ограничением свободы сроком на один год. А вот в Забайкальском крае чиновники нанесли ущерба аж на 57 миллионов рублей. Так следователи возбудили уголовное дело о хищении средств, которые были выделены на реконструкцию железнодорожной станции Хилок по нацпроекту. Как уточнили в ведомстве, хищение средств установила Читинская транспортная прокуратура при проверке реализации нацпроекта комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. Осталась ли хоть одна сфера деятельности в государственном аппарате, которая не подверглась заражению этой коррупционной чумой? И как спасти государственную систему от коррупции, если так называемые спасатели сами же являются теми, от кого призваны защищать?